Всем привет! Сегодня немного о том, что происходит с экономикой Торонто. Еще совсем свежа в памяти недавняя ситуация, когда работодатели испытывали нехватку кадров и вынуждены были существенно поднимать потенциальным кандидатам предлагаемую зарплату, так как практически повсеместно не хватало рабочих рук. Сегодня же, спустя всего два года, ситуация прямо противоположная той, что мы видели ранее. Безработица в Торонто растет. Число безработных за последний год увеличилось на 75 тысяч человек. Безработица с учетом сезонных колебаний выросла в феврале до 7,4%. Это на 0,3 пункта больше, чем месяцем ранее, и на колоссальные 1,7% больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы понять, много это или мало, давайте сравним эти цифры с национальным уровнем безработицы в Канаде, который вырос в феврале на 0,1%, а это в три раза меньше, чем в Торонто. В действительности безработица в Торонто растет головокружительными темпами. За последний год в регионе наблюдается рост безработицы на 34%, и сегодня это уже 294 тысячи безработных. Если бы количество безработных Торонто было бы отдельным городом, он бы был 16-м по величине во всей Канаде. Экономика Торонто является наиболее ярким примером экономических проблем Канады в целом. Обычно движущей силой в регионе с быстрорастущим населением служит быстрорастущая экономика. И тут ярким примером можно выделить Калгари, где и рост населения, и бурный рост экономики идут рука в обруку. Кстати, на сегодня лишь две провинции в Канаде, это Альберта и Ньюфаундленд, показывают отрицательный рост безработицы. Но таких плохих показателей, как в Онтарио, нет нигде. К сожалению, в Торонто дело обстоит совсем плохо. На каждые четыре новых рабочих, добавленных в прошлом году на рынок труда региона, добавилось три безработных. То есть практически каждый второй, приехавший в Канаду, это потенциальный безработный. А поскольку экономические иммигранты, как правило, не продолжают переезжать в регионы, в которых они вряд ли найдут работу, тяжело себе представить последствия сохранения этой тенденции в будущем. Как всегда, наше правительство сильно опаздывает от реалий с сегодняшнего дня. До 2000 года экономика Канады и Онтарио в частности довольно-то неплохо росла. Было множество свободных рабочих мест. Строительная индустрия вообще была одной из отраслей, где с кадрами просто была патовая ситуация. Тем не менее, власти более пяти лет практически никак на это не реагировали. К концу 2021 года были наконец-то созданы специальные иммиграционные программы, позволяющие въезжать в страну рабочим строительных специальностей. И да, они наконец-то поехали и в довольно-таки немалом количестве. Вот только сегодня они прямиком пополняют ряды безработных. Так как половина строек вообще закрылась, а вторая половина пытается удержаться на плаву, и им явно сегодня не до набора новых рабочих. Похожая ситуация и в других отраслях экономики. Проблема в том, что у нас правая рука не знает, что делает левая. Когда экономика нуждалась в рабочей силе, иммиграционные квоты были явно недостаточны. Пока их пересматривали, надвигался кризис. Зато теперь мы имеем кризисную экономику и огромное количество людей, въезжающих в страну, для которых не будет ни жилья, ни работы. Теперь наше правительство начало опять задумываться. Оценило ситуацию и поняли, что жить-то этим людям скоро будет негде, так как строительство жилья – это не та проблема, которую можно решить за год или два. И срочно, аж на 35% обрезает выдачу студенческих виз. Решение уже принято, и новое правило вступит в силу с апреля этого года. Также отменяет программы, по которым отучившиеся студенты могли бы далее остаться в стране и получить вид на жительство. Кроме этого, будут пересматриваться квоты по выдаче рабочих виз. При этом количество иммиграционных квот меняться не собирается. Логики в этом нет, но просто от слова «вообще». То есть новые иммигранты, не адаптированные к канадским условиям труда и найти работу, которым, ой, как будет непросто, въезжают, а заканчившие учебу студенты, которые получились в Канаде 4-5 лет и имеют специальность, все сертификаты и так далее, и готовы работать на благо Канады и платить налоги, теперь стали лишними. Чем помешали те, кто приезжает на конкретные рабочие места, в конкретные компании по рабочим визам, мне тоже не совсем понятно. Логика властей такова, что и те, и другие забирают свободное жилье и рабочие места у потенциальных иммигрантов. Но разве эти категории не есть самые, что ни на есть потенциальные и наиболее адаптированные к Канаде иммигранты? Будет ли расти экономика без студентов, квалифицированных специалистов и так далее, въехавших в страну по студенческим и рабочим визам, так же, как без них, это большой вопрос. Об этом вопросе, похоже, наши власти не задумываются. Также Канада имеет от иностранных студентов огромные финансовые поступления, и денег, которых и так явно не хватает в казне, явно поутбавятся после того, как обрежут рабочие и студенческие визы. Кроме этого, кризис в экономике Канады из-за высоких ставок, которые вот-вот начнут опускать. А значит, очень вероятно, что к тому моменту, когда сегодняшние молодые люди, въехавшие в страну по студенческим визам, закончат через 4 года университеты, к этому времени от кризиса уже не будет и следа. А значит, они бы были очень востребованы на рынке труда, но нет, их не будет. В общем, в сегодняшних действиях властей, как федерального уровня, так и антарийского, на мой взгляд, множество нелогичных вещей. А как об этом вы думаете вы? Пишите в комментариях. С вами был Максим Богинский. До новых встреч на канале.